Доброе утро! Красиво! На самом деле у нас в гостях уже сегодня есть один художник-аниматор и один устроитель фестиваля анимационного кино. Это Марина Климова, прошу любить и жаловать, и Нина Бесярина. Собственно, Нина Бесярина рисует мультики, а Марина Климова их показывает. На фестивале салют анимации. Доброе утро, спасибо, что пришли. Расскажите, пожалуйста, что за фестиваль, где проходит и из чего состоит программа? В эти выходные, 31 марта и 1 апреля, мы представим короткометражные анимационные фильмы, которые в этом году были представлены на открытом российском фестивале анимационного кино. Это главный профессиональный смотр анимации в нашей стране. Фильмы, которые получили призы и которые были признаны лучшими в профессиональном рейтинге. То есть вот такую программу мы представим по итогам этого профессионального российского конкурса здесь. Это все посвящено столетию кинотеатра «Салют» и столетию анимационного кино в России. Я же говорю, какой-то прям юбилейный год. Вот хотелось бы узнать, что за дата 100 лет, от чего отсчитывать? Отчитываться расскажу. 26 апреля 1912 года состоялся первый публичный показ фильма Владислава Старевича «Прекрасная люканида» или «Война рогачей с усачами». И от этого публичного показа начался отчет истории анимационного кино в России. Мы предполагаем, что художник-аниматор наверняка и в истории анимации хорошо разбирается. И поэтому вот такой вопрос. Ну да, я уж не знаю, кому адресовать. Дело в том, что 100 лет назад, мы сказали, появились мультфильмы в России. Пользовались такой же популярностью, как зарубежные, или меньшей? Они пользовались популярностью не только в России, но и за рубежом. Потому что, ну, представьте себе, 100 лет назад, что такое анимация, да? Мультик из России. Нет, даже не делали просто... Причем у Старевича, насколько я понимаю, ноу-хау ведь был какой-то. Да, да, это были кукольные фильмы. И куклами были насекомые. И даже многие говорили, что он не... Ну, то есть не думали о том, что это кукольный фильм, а думали о том, что он дрессирует насекомых, например. Да, вот такие ходили байки. А после кто-то пытался повторить вот то, что делал Владислав Старевич? Ну, конечно, были фильмы, кукольные фильмы мы сейчас знаем, да. А вот именно с насекомыми, с какими-то жуками нет такого, не было? Ну, я думаю, что пытались. Расскажите, пожалуйста, вот вы художник-мультипликатор. Вы представлены на этом фестивале? В этой программе нет. Так, чего же вы к нам пришли? Расскажите тогда. Ну, потому что я тоже являюсь организатором этого события вместе с Мариной, да. Вон она как. А почему не представлено? Вот что сейчас творится у нас с российской анимацией? Ее на самом деле так мало? Нет, ее очень много. Конкуренция серьезная? Дело не в конкуренции. Дело в том, что каждый год создается не одна сотня анимационных фильмов, просто она не доходит до зрителя. И эти фильмы смотрят на профессиональных сборах в России, на профессиональных смотрах. Фильмы побеждают на фестивалях на зарубежных, на международных, получают самые высокие награды, почести. Но, к сожалению, путь до зрителя оказывается весьма тернист. Вот мы стараемся немножко его облегчить и донести искусство анимации до зрителей. Современные мультфильмы. Как раз по поводу вашего фестиваля, буквально в двух словах, фильмы будут мультфильмы. Будут больше детскими или для универсального зрителя, для взрослых и для детей? У нас будет представлено две программы. 31 марта будет программа для взрослых. И в 1 апреля в 12 часов состоится сеанс сборник мультфильмов для детей. Универсально. Нина, знаем, что у вас есть ребенок. Ваш ребенок растет на каких мультфильмах? Сейчас популярностью пользуются всякие переключения, лунтика, насколько я знаю, смешарики и так далее. Вы к своим мультфильмам приучаете или все-таки в общей массе смотрит ребенок? Конечно, он смотрит разные мультфильмы. В отличие от многих детей у нас в России, ему, наверное, повезло, потому что он часто ездит со мной на фестивали и может видеть вообще всю картину. Все, что представлено, он смотрит. Скажите, вот существует такое четкое понятие, как американская, голливудская школа мультфильмов, японские, например, мультфильмы совершенно особенные. Были и советские мультфильмы, то есть это определенная школа. Сейчас что-то осталось из этого. Есть российский стиль мультипликации? А давайте я отвечу на этот вопрос. Я скажу, что на самом деле российские традиции, они наследуют традиции советской анимации. Например, Нина Бесярина является режиссером-мультипликатором. Она училась у режиссера Оксаны Черказовой, которая, в свою очередь, училась у Юрия Норштейна. Поэтому преемственность, она, конечно же, существует. И лучшие традиции, лучшие фильмы, они передаются из поколения в поколение. Передаются совершенно. Техники передаются, опыт накопленный передается. Поэтому я думаю, что все. Техника передается? Мне почему-то казалось, что сейчас уже все мультфильмы в компьютере рисуются, нет? Нет, неправда. Даже на этом фестивале представлены фильмы в песочной технике, в чайной технике. То есть это сыпучая анимация. Компьютерная, конечно же, флеш-анимация. И кукольная. Вот, кстати, сейчас мы видим на экране фильм Дины Великовской «Мой странный дедушка». Это как раз кукольный мультфильм. Он озвучен? То есть там текст есть или это исключительно картинка? Нет, нет. Текст там же. Текст, 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 текст. И, конечно, все. На самом деле он очень увлекательный. И он как раз-таки на открытом российском фестивале анимационного кино получил приз за лучший кукольный мультфильм. Марина, скажите, пожалуйста, в этот год праздничный, можно сказать, какие еще планируете мероприятия, связанные с юбилеем? И где и когда можно будет посмотреть работы уральских авторов? Я готова проанонсировать, наверное, следующее мероприятие. Мы вскользь коснулись даты 26 апреля и первого публичного показа фильма «Прекрасная люканида». И мы готовы повторить спустя 100 лет показ этого фильма в кинотеатре «Салют». Дело в том, что несколько десятилетий, наверное, никто не видел полного этого фильма. То есть он сохранился? Да, да, да. Его реставрировали, его оцифровали. И сейчас вот в этом году он как раз был представлен к столетию. Хронометраж? 10 минут. Всего. Ничего себе всего. Ты представляешь, для первого кукольного мультфильма сразу 10 минут, мне кажется, это ух, достижение. Да, 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 да. Я готова сказать, что это будет большой зал и показ будет бесплатный. Ну, мы вас поздравляем с юбилеем, с предстоящим фестивалем и с юбилеем кинотеатра «Салюта», так понял, тоже ему 10 лет. Да, 100. 100. 100, да. 10 по 10. 10 по 10. Ну и, Нина, от вас мы ждем, конечно же, новых работ. Да, на подходе уже. Вот. Создавайте шедевры, выступайте на фестивалях, получайте награду и приходите к нам. Спасибо. Спасибо. У нас в гостях были Марина Климова и Нина Бесярина, организаторы фестиваля, посвященного столетию российской анимации.